Вертание до Батьковского порога. Выстава, которая рассказывает о духовном жизни наших прудков, открылась в Гродне. Основой экспозиции в Музее истории и религии складаются аутентичные предметы, что традиционно находились в селянских хатах беларусов. Шмат уваги мы надаем сакральным местам у доме. Горизонталь, печ, покуть. Покуть была уголовным местом, хатним алтаром у наших прудков. И от сель, и были относены до стола. На столе повинен был завсюду лежать хлеб господар, як залог того, что семья завсюду буде при хлебе и богатой. По поводу звуча, який оттягом ста годзе уформировались у беларусов, вязковые хаты будавались по особливых канонах, а некоторые элементы интерьера размещались строго регламентованно. Отповедности с религийными и житевыми переконаниями селян. Докрануться до такой атмосферы и пропануя Гродзенская выстава. Червоный кут у беларусов и у всех славян завсюду был зарантован на светлые баки света. Это на поудень и на уход. И печь находилась на супраць по диагонали. Печь повинна была быть на полночи. А полночь завсюду протка у наших звязывалась с темрой и нечем таким злым. А у пячи завсюду горит огонь. Огонь – это частка от небесного огня, от сонейка. У ослова концепции часовой экспозиции вертания до батьковского порога покладена с получения горизонтальной и вертыкальной модели хаты. Апошняя символизует шлях от земли до неба. Таким чином асенсовывается роль авязкового житла у трех основных этапах жития человека – на роджении, створении семьи и отыходе со свету. Об этом расповедаются аутентичные экспонаты, которые представлены до уваги жихаров и гостей города над Неманом с фондов Гродзенского Державного музея истории и религии.